книга открытым окон тема ереси секты вопрос 438 огромное вам спасибо за передачу по радио вашего разговора с александр меню там прозвучало его предложение набор слов что это отвечает игнат тихонов сладкий передачи было мое интервью с ним специально для этому удалились к одной из его прихожанок еврейки возрастом лет семидесяти пяти она встретила нас на кухне двумя папиросой там я взял несколько часов по три интервью я спросил его как он смотрит на иисусову молитву он отвечает в этом что то есть не просто набор слов он был очень умный породистый еврей до много доходил интуитивно его прихожане московская элита артисты художники журналисты по моим меркам сонное диванное московское христианство которое никогда ни к чему не обязывает ни о ком духовном подвиге там и нет и речи протопоп а вакуум разнес бы их всех за один час пух и прах сытые рожи на некоторые вопросы похоже он никогда не отвечал он отвечал в этот раз спонтанно сходя на взлет на вскидку в каждом ответе его сквозил проницательный взгляд достойное уважение осторожность скрытность под образом все покоряющие открытости какая-то особая принятая у масонов закрытость тем много раз мы фотографировали с ним вдвоем но я не имею ни одной такой фотографии не знаю даже где они отношения его ко мне не было бы настороженным даже напротив такого благосклонным и уважительным но в тайных но в тайны своих отношений с высшими закулисными он меня не впустил он был закрыт и для властей он они хватали его не сажали по совершенно пустячным причинам но я охватил главное у него были далеко идущие планы по отношению православной церкви и те кто подвал на него руку очевидно об этом знали спорю он был неуязвим и скользок скользок как налим мень переводится налим думаю что он чувствовал исходящую от меня опасность один из них александр борисов женой лидии из самых приближенных людей уехали в америку где я с ними беседовал еще раз они уезжали по его благословения но он сказал мы больше с вами не встретимся быть может его смерть послужит во искупление его заблуждений упокой господи душу раба твоего александра царстве твоем я исповедовался и причащался у него и внутренне страдал за него как он может быть православным священником московской патриархии внести этот сан иго ежедневно как будто по запах заданию какой-то партии общества он увидел большинство недостатков в церкви но работал не в евангельском духе и коммунист он был окончательный полновесный с исключительным наклоном кота каталицизма